Наши стилистки не будут работать, потому что она просто пришла к советам и практически она сама выбирала у нас как бы тему передачи. И мы, конечно, углубились и схватились за именно фразу, что она будущий психолог, и эта проблема у нее есть, уже начинается. Но вообще она просто именно, следя за фэшн-блогами, говорит, я очень часто пытаюсь одеться так же. И ей просто помогли одеть совершенно другие вещи, которые как бы по ее пропорциям подходят. А последний вот выход у нее будет именно то, что она сама считает, что она сама подобрала для интервью. Поэтому мы как бы вернемся к теме о психологии потом. А сейчас мы просто посмотрим, какие вещи вообще молодежь может выбрать. Потому что, честно говоря, я пришла к выводу, что очень много магазинов в Ереване открылось, огромное количество. Но когда ты проходишь, такое ощущение, что везде один и тот же ассортимент. И вот проблему фэшн-блогов я тоже хочу как бы поднять, потому что огромное количество девушек сейчас, вот для них иконы, какие-то даже имена есть, эти блогерши, чуть ли не на уровне звезд каких-то. О них все знают. Но когда я просматриваю, у меня такое ощущение, что это все как бы одни и те же девушки. Вроде бы и модный, и стильный образ, но он какой-то вот одинаковый. То есть я даже не могу сказать, вот мне нравится, что существуют эти фэшн-блоги или нет. Хотя как бы это моя профессия, я должна приветствовать распространение вкуса и так далее. Мне кажется, что теперь иконами стиля стали уже не столько известные люди, а именно вот эти блогерши, которые диктуют свои понятия о стиле, свои понятия о моде, и все пытаются им подражать. Мне кажется немного странным, что блогерши, будучи людьми модными, видимо, все-таки сознающими, что они задают некий стиль, тем не менее они становятся очень серыми людьми, несмотря на обилие ярких красок. Потому что они не запоминаются со стороны, во всяком случае, как мне кажется, людей, которым хотелось бы увидеть перед глазами что-то отличающееся от всех. Поэтому все их труды как бы пропадают. Вот что обидно, понимаете. Ну, несмотря какие блогерши. Потому что блогерши, которые вот... Есть такой блогер Брайан Бой, которого... Я, к сожалению, с ними не знакома. Я сама не знакома. Нет, ну как, я так, знакома, потому что я слежу за модой и всем этим как бы по интернету. Я знаю, что его лично приглашают там на показ Шанель. Хотя парень, там ему лет 18-19. То есть это смотря какой уровень, да, насколько он представляет моду в своем блоге, и насколько он осведомлен в этой теме. Потому что самим дизайнерам приятнее, чтобы потом как бы их показ вот так вот на таком высоком уровне. Ну, я подозреваю, что этот блогер, он все-таки обладает неким стилем, который привлекает профессионалов, да? Вы знаете, нет, потому что он сам как бы... У него немножко хоть он и мужчина женский стиль, как бы он носит высокие каблуки и как бы носит юбку и яркую одежду, как бы. Но вот так вот человек сам себя сделал в таком раннем возрасте. Но уже неординарий, согласитесь. Однозначно. Я имею в виду, что надо быть неординарным. Ну вот вы однозначно, это все, да, чтобы уже как бы желали тебя видеть. Вот сейчас вот, к сожалению, идет такое мнение, чем ярче ты одета, хоть я сегодня сама ярко оделась, но идет так вот, чем у тебя там малиновая юбка и зеленая яркая мать, тем вот кажется, что ты оставишь вопрос... Именно это стиль. Да, вот как вы сказали, что ты оставишь какое-то пятно. И ты на самом деле оставишь пятно, но ты не оставишь хорошую, да, там скажут, уже устали. Да, вот красиво плессированная юбка там пришла, все, одели, все захватит. Идите вперед дальше. Наши добьют эту тему так, что еще 10 лет мы все будем вспоминать плессированную юбку с ужасом. Какие-то многочисленные другие неплессированные юбки и цвета. Вот можно внести самую, но надо моду как-то диктовать самой тоже. Ну все, блоги посмотрели, надо вот из этого всего взять что-то свое. Не обязательно вот одеться вот так, как оделась вот эта модель, которая позволяет, ее фигура позволяет так одеться. Нет, наши это копируют, и им кажется это красиво. Ну вот постоянно об этом говорим, да, что моду не нужно брать вот всю, вот как она есть. Достаточно одной какой-то детали, одного направления. Если это юбка, то все остальное должно быть поспокойнее. Если это какое-то украшение, то как бы, может быть, оно будет доминировать, да, эти яркие браслеты сейчас, колье интересные. Значит, все остальное более. А то получается, что из всех тенденций, и причем это принадлежности разных трендов. Да, да, вот одели ярко еще, одели там 30 почки на себя еще. И получается, что соединяются все тренды в одном луке, я использую специально эти слова, потому что они сейчас у всех на слуху. И получается уже даже не жертва моды. Но я еще раз как бы вернусь к этому, потому что я с очень большим количеством молодежи общаюсь, и они все вот, то есть модные тенденции изучаются сейчас даже уже не столько по фэшн-показам, а сколько вот по интернет-блогам. И чаще всего эти модные блогеры, они в отличие от вот таких нескольких состоявшихся, которые на самом деле, они уже как редактора моды даже, они чаще всего просто вот помещают свои удачные или неудачные фотографии в огромном количестве, так сказать, тиражируют, да, и, ну, мне кажется, это не совсем правильно. Исследовать еще их стилю, это, ну, шиклонирование получается однозначно. Ну, кстати, мы вспомнили. Может быть, она за курсом там уже услышала, там что-то переодевает, может, ты уже стрижку сижу, может, это ее долго. Стрижку навряд ли еще раз повторять, там шестериста особо как бы не было работать сегодня, просто Майя покажет несколько вариантов одежды, которые как бы она выбрала, пытаясь все-таки не подражать кому-то, а то, что как бы ей нравится. Майю пригласим, поддержим ее. Ну, очень молодежный, конечно, стиль, очень молодежный. О профессии мы в данном случае совершенно умолчим, да, хотя шортики подходят мои, это тоже один из трендов сезона, короткие шорты. И, как говорится, если не сейчас, то когда? Очень мало кто может себе позволить шорты. Хотя, хотя, я бы, например, вернувшись к теме, шорты шортом рознь, и я, например, вот сейчас глядя на то, что она выбрала шорты, вполне возможно, что более длинные где-то до колен с пиджаком могут соответствовать ее, то есть, поняла, о чем я говорю, да, чтобы ты пошла на интервью, потому что именно молодым девушкам очень подходят шорты, но если они будут, ну, как бы, не совсем бермуды, но все-таки удлиненные шорты, какая-нибудь более классическая глузочка, сверху молодежный пиджачок, то есть, имей в виду, что это у тебя модный вид для отдыха, а пропорции поменяв, ты можешь сделать уже и для интервью. Маечка, еще раз пройдись. Исходя, как бы, ну, очень-очень скромные, нормальные, молодежные. Я даже, как бы, не буду спрашивать, куда ты в этом пойдешь. Явно на прогулку с подругами, скорее всего, и только. Тебе нравятся вообще шорты? Почему я спрашиваю, потому что ты сказала, что ты больше именно в девичьих таких платьичках, а это немножко отличается от того, что ты носишь. Как у спортсмены Я не знаю, я уже услышала, что вы очень любите их, гордитесь. Мне кажется, что это немного, более летом, такая веса. Это можно подстрижать, не тяжело вам с волосами это, вот так. Да, в принципе, можно сделать косички. Ура! Нудши другого! Да, почему вы говорите, что это «Ухаки» и сцепи у меня не так? Нет, если ты мне как-то не так, то нет. Но в этот момент, если вы увидите мою картику, то я вам так. Я думаю, даже не столько с точки зрения, что лето, жарко и все такое, даже с точки зрения просто пропорции, людям, мне кажется, небольшого роста, все-таки иметь очень длинные волосы, это неправильно. Это подошло бы там, если у вас был бы рост. Оно вас как бы урезает, делает короче, а это уже, скажем, не перебор. Это идет вразрез с вашими намерениями. Ваш рост и ваши волосы дают впечатление, что вы еще ниже. Да, это так. Я благодарю вам, как вы делаете, а вы очень рады, вы очень рады, мартфон, очень рады. Мартфон тоже очень рады. Это очень рады, очень рады. Мы поговорили о волосах, но у нас сидит Аннита с такими шикарными волосами. Я поставлю, как говорится, предлагается. Анята, ты вообще проблема с фолосами у тебя. Анята, ты обречен, ты обречен, ты обречен. Ну, совет очень правильный, потому что очень многие девушки, ну, у армянок вообще шикарные волосы, я всегда это подчеркиваю, и очень многие как бы вот именно как достоинство, как богатство сохраняют их. Но опять же акцентирую, что у армянок не у всех высокий рост, и пропорционально волосы вообще большую нагрузку несут. Мне кажется, что к этому надо очень серьезно подойти, это вообще как бы другая тема. Да, это другая тема, потому что за волосами надо еще ухаживать, для меня волосы иметь любой может, но они иногда в такой, даже смотреть неприятно. А есть еще один железный, совершенно железобетонный аргумент, папа считывал в нем, который Мажерес. Я это слышала неоднократно, поэтому, как бы так сказать, цитата. Я еще почему-то смеялась, потому что в детстве почему-то всех девушек принято именно поапоминалу со встречи, летом особенно, но потом уже они, конечно. Что касается в данном случае прически, естественно, исходя из ее длинных волос, она в принципе неплохая, и разнообразные косы сейчас в моде, и она какая-то такая вот эта небрежность соответствует ее повседневному стилю. Если это будет более вечерняя прическа, соответственно, наверное, косу какую-то бы интересную можно запрести и так далее. Вы у нас представительница шоу-бизнеса, и, наверное, в моде как бы по долгу службы, так скажем, вы должны разбираться. И насколько вы вообще... Мода является, ну, на самом деле, неотъемлемой частью в моей профессии. То есть нужно знать все обязательно, какие тенденции, что в моде, что нет. Поэтому это, ну, как бы необходимо следить за всеми тенденциями, трендами и так далее. Что касается девушки, я бы хотела сказать, что личико у нее просто прекрасное, она такая женственная, ну, хрупкая девушка. И хочу сказать, что если обратиться к тому, какая у нее будет в будущем профессия, то, как уже было сказано, вполне она с такими волосами может, в принципе. То есть волосы не влияют на то, на ее профессию. Она может тоже вкус собрать и все, пошла на работу. Но если взять с точки зрения той, что она хочет быть модной, она хочет быть женственной, да, в дальнейшем...